я вас приветствую друзья эта история которая случилась 11 сентября 2021 года доказывает то сожалению исчезновение людей в россии достаточно частое явление и вот эти исключительные случаи связанные с исчезновением елена лагунова из рязани и ирины сафоновой из новосибирска действительности не совсем исключительные просто не все до нас доходит не все выходит на общественное внимание не на все обращает внимание всевозможные телешоу вот например на историю про которую я хочу рассказать обратила внимание телешоу мустое женское и 1 ноября 2021 года вышла передача пропавшая без вести который рассказывается о исчезновении 18-летней порубовой ну или скобликовой евгении максимовны у нее остался годовалый сын пропала она в ночь с 9 на 10 сентября а с 11 сентября 2021 года как раз и ведутся ее поиски поселке на станции боюнова косинского района алтайского края находилась она у никого бусыгина ивана причем за три недели до ее пропады судя по той информации которую а была озвучена на программе мустое женское мама евгений сама ей предложила поехать пожить у этого ивана бусыгина у ее нового посвятителя даже не знаю как его там назвать ребенок родился тоже получается у нее достаточно рано где-то 15 лет она явно забеременела судя потому что ребенок годовалый но злить видимо не задалась с отцом ребенка и решила пожить с иваном бусыгина причем еще раз подчеркиваю туда ее отправила родная мать да для некоторых это может показаться некий каким-то очень таким странным поступком но для жизни в деревне ничего странного в этом нет но ты вновь 9 на 10 была пьяная вечеринка бухали и тех пор женю никто не видел в этой вечеринке участвовал друг ивана александр по версии ивана бусыгина в ночь с 9 на 10 он линий пришел к своему другу вот этому александру в десятом часу вечера ну и они там начали выпивать втрою потом они поехали с александром в луговое уже к другу александра на 15 минут заехали в село украинка чтобы купить водки за рулем был александр ну так выпьемся якобы я горит был но не сильно пьяный водку не купили вернулись к александру потом якобы иван заснул машине а женя судя по всему сидела с александром ну и как бы наверное не просто сидела а из рассказов александр получается что там они даже пытались как бы немножечко полюбить друг друга но это на передаче такие особенности выяснились у александра причем есть девушка беременная полюбить там не сильно получилось что-то там прервалось сидел потом курил в печку такие подробности на может быть не сильно важные не сильно интересные но некая такой отголосок такой санта-барбара как у нас любит это говорить и опять-таки ничего удивительного я честно сказать не вижу нельзя говорить что все женщины в россии и все девушки они святые сожалению встречаются всякие не только среди музыков встречаются как говорится козлы бывает и среди девушек встречаются не слишком разборчивые связи тем более в половых но опять-таки это все со слов на может и и сейчас спросить никто не может никто не знает как она там было ну и в результате короче она пропала то ли она сама ушла то ли все-таки с кем-то уехала тут и теряются показания иван с александром также тут еще и подруга жени участвовал в передаче и утверждает что 10 числа иван сказал что жени дома с ребенком то время когда ее уже якобы искали когда он запропала 10 сентября ну иван тот сказал что это он просто специальному испугался что на него всех собак повеснуть специальному так и сказал очень начинается вот эти перепалки можно посмотреть этому стоит передачу чтобы понять суть в ориентировке указано розовая кофта синие джинсы и розовые сланцы но иван говорит что за не было в его кофте пускай и она точно была не розовая а ориентировку якобы сослов александр составляли и он поэтому сказал что розовая кофта по версиям следствия сегодня рассматривается одна из версий что это все таки замаскированное преступление под безвестное исчезновение уже высказывались предположение что иван например из ревности мог ее убить также может быть александр с ней что-то мог сделать чтобы она не рассказала про вот этот половой акт и тем самым не разрушила его семейную жизнь может быть она контактировать давить могло быть и изнасилование то есть александр ведь это всего слов что у них так сказать полюбовно то происходило мог быть и изнасилование и евгения могла сказать что ну я расскажу но раз ты хочешь рассказать знать не доставайся что никому в деревне есть какие-то печи могли взять и в печи могли закопать могли спрятать искали уже по всей местности сейчас вроде как пытаются найти в ближайшем озере есть недалеко лес по косвенной информации вроде даже уже сознались конкретно исполнители убил женю но сами даже не помнят куда спрятали тело и не могут указать где она находится там я не могу сейчас конкретно называть тоже сознался потому что несколько спутанной информации поступает и могу ошибиться назвав кого-то потом окажется что не так но якобы точно уже кто-то сознался удар работают с ними следователи тело куда-то ночью спрятали куда не помнят где найти не могут пытаются теперь искать уже в озере возможно утопили но на данный момент еще не найдено вот вам такая история исчезновения 18-летней девушки исчезновение прямо деревне в поселке небольшом населенном пункте и не надо куда-то уезжать торговые центры за шмотками или еще куда-либо просто выйти из дома и якобы исчезнуть навсегда и таких историй я думаю достаточно много но еще раз повторяю просто не все они доходят до нас и не все они становятся известны и это достаточно печально и к сожалению пропавших без вести в россии действительно очень много пишите что вы думаете по этому поводу может быть вы располагаете еще больше информации будет интересно и полезно почитать какие-то уточнения узнать пишите сообщайте ставьте лайки делайте репосты буду крайне благодарен до новых встреч друзья удачи удачи Продолжение следует...